Девушки отдыхают Будь на связи Кстати, Сэм, захочешь улучшить самолет, обращайся. Здесь большой простор для творчества Девушки отдыхают Девушки отдыхают Они не по себе из-за черного списка, но я знаю, что ты все уладишь и успокаиваю их Я стараюсь Да, что такое американская жизнь? Не знаю, мы пытаемся это выяснить Дикторы стоят на ушах, пытаясь понять смысл У них нет шансов Люблю тебя, малыш И я тебя, пап Брикс, ты в порядке? Угу Только вот как мне объяснить все это ЦРУ, если я туда когда-нибудь вернусь? Когда мы со всем этим покончим, все забудется Надеюсь На этом все Надо связаться с Гримм, ей потребуется помощь с данными Кобина Эй Чарли О, хай Отличный взлом мобильника Да ладно, это фигня Будь у меня сейчас времени побольше и связь получше Лучше прибереги нас в следующий раз На этом все Гримм заставляет меня читать протоколы операций Да Молодец, на связи Как слышно? Слышу вас хорошо Все сажаты Прием Гулянтарная помощь в Киркух Будем через два часа Гринета План вашего подруга передо мной Комс 0-3-0 Помощь и сигналы Гринета И сигналы То есть Таких Хотите Устроился? Как крыса в клетке Я сдался ради безопасности Устроился? Да, рядом с тобой кто хочешь занервничает, Фишер Чем быстрее ты все расскажешь Тем быстрее сможешь убраться отсюда Это угроза? Или обещание? На этом все Ну, если будут еще гениальные идеи поиметь меня Обращайся, Фишер Мне нужны данные о дорожном графике пера Абазосовы нужны Коммерсанты отмечают рекордный спрос на ряд товаров В супермаркетах Дефицит молока, питьевой воды, консервов В других магазинах Походного снаряжения Оружия Патронов Аптечек Как сказал один из продавцов Все из-за списка Люди хотят подготовиться И снова о черном списке Попыток правильно истолковать значение атак Каждым днем все больше Осмыслив раз Американская жизнь и американская кровь Говорят все От прохожих на улицах До аналитиков Балтвей Очевидно под американской жизнью Подразумевает нарушение поставок продовольствия В твоей книге «Америка на коленях» Вышедший год назад Я писала, что здесь мы очень уязвимы Послушай, Иосиф, с этим явно пролет Могу достать расшифровку встреч в Омане Организовать доступ к нескольким серверам В Туркменистане Взамен ты дашь уронить всю связь в этом районе Это сколько кабелей выходит? Четыре кабеля Шесть вышек сотовой связи Трехминутный провал связи для спутников И двухчасовой запрет на полеты В зоне 30 квадратных километров Как видишь, ничего особенного А мне с этого что? Ладно, сдам тебе двух людей из Воронов Ваше министерство энергетики Да, мы за ними следим Но тогда с тебя большее окно Идите в догладь на границе Идет? Идет Расскажи об инженерах Хочешь знать про инженеров? Без вас их бы не было Вы нас породили, течешь? Теперь мы повсюду Там, где вы сами не прочь похозяйничать Там, где ваши базы никому не нужны Даже в Америке есть наши люди Вам нас не остановить Мне нужен адвокат Тебе меня мало? Адвоката, быстро! Я вообще-то спал! Слыхал о Женевской конвенции? У меня есть права! Да неужели? Можешь позвонить адвокату, если есть откуда Как там у нас дела с разведкой? Пока пытаюсь обойти защиту спутника Дай мне пару минут Простите, что отвлекаю Президент сообщает Три отряда Девгруна готовы Спасибо, Оли Пусть ждут приказа Знаешь что, дай сюда Отсюда на мой счет поступили деньги Электронный перевод Ну, выяснили местоположение четвертого пункта Как раз прослеживаем Перевод пришел из Миравы, восток Ирака Гримм, у меня нет изображений! Все, получила Вытяни время через спутник нацразведки Это крупнейший из тех четырех лагерей Надежно защищен Слушайте! Похоже, клиент Кобина в Мираве Выдвигаемся немедленно Чарли, спутник на тебе Отследи каждого человека Каждый ствол и транспорт Даже мальчишку с водяным пистолетом Понял Брикс, готовь беспилотник Есть Гримм, свяжись с Девгру Нужно атаковать все четыре цели одновременно Мы не успеем подготовиться, Сэм Как только будем на месте, я высаживаюсь Ты пойдешь один? Ничего личного Но в Бенгазе у нас были проблемы Ты заберешь меня на вертушке Меня не спрашивали, но Эти парни еще те ублюдки, так? Почему бы тогда не шарахнуть в них Чем-нибудь ядреным? Ты прав Тебя не спрашивали Нам нужны данные А не горы трупов Увести его Погнали Я просто... Ладно Там повсюду противник Дым и камеры-липучки Дезориентируют их и дадут тебе контроль над ситуацией Прошут раскрылся Рик, сможешь по тему убрать противника? Расчищаю путь Цель устранена Готов Он труп Готов Противник мертв Я попал Он труп Сэм, можно идти дальше Отлично, Брикс Спасибо Грим, я на месте Выдвигаюсь Сэм, тепловизор засек группу противника Они в думе вверх по течению Чарли, дай данные разведке Нам нужен клиент Кобина Пока не нашли меня Я тебе выслал трекоптер с базовым распознаванием лиц Лучше того, что было с Денхиром На порядок лучше Поперись на 50 метров к цели Запускай и готов Сэм, на твоем маршруте противник Не попадай всем на глаза Спасибо Сэм, с твоей позиции удобно запустить три кофта Запускаю Так, Сэм Подведи трекоптер ближе, чтобы удалось сравнить голос Есть Передавай звук Чтобы без помех Сравниваю Качество не то Что значит не то? Ах ты Вот черт Слушай, Сэм Говорят, распознавание по лицу надежнее Сэм Вижу на беспилотнике несколько вариантов входа в здание Сэм Говорят Сэм Говорят Говорят Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Семь, пять, семь... Браво! Виктор, девять! Оскар, девять, восемь! Ты ее сломал, ублюдок! Гримм, ты слышала? Да, Сэм. Эй... Кто тебя послал? Цейру? Этот кот устарел. Нужен снимок сетчатки. Где твой командир? Ну же, говори и идем! А-а-а! А-а-а! Он перед тобой. Что ты делаешь? Ты спятил? А-а-а! Его зовут Джадид Хаидас. Он и правда из МИ-6 был. Пять лет назад его высвырнули как двойного агента. Может, хватит, Джадид? Черный список. Говори. Ой, чертовы янки! Строите из себя ковбоев! Говори. Ты опоздал. Сэм. Крупная передача данных из поселка поблизости. Что ты затеял? Все давно затеяно. Осталось исполнить. Засеки место. Передача идет с крупного узла связи, где-то в верхнем поселке. Ищи большой ретранслятор. Давайте туда, беспилотник. Хватит с меня сюрпризов. Дорога в гору хорошо охраняется. Каков план атаки, Сэм? Заберусь отсюда. Готовь вертолет к эвакуации и жди. Хорошо. Сэм, командир Дельты вышел на связь. Паладин, Вымпел на связи. Прием. Паладин на связи. Доложить обстановку. Прием. В здании операции многочисленный противник. Пехота и транспорт. Я под огнем. Прием. Укрепление. Слаженные контратаки. Короче, полная жопа. Прием. Думаешь, они знали о наших планах? Прием. Так точно. Ничего, зададим им перца. Вымпел отбой. Я под мостом, который ведет к деревне. Сэм, вижу на мосту движение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Похоже, инженеры укрылись от наблюдения с воздуха в подземных туннелях. Продолжение следует... Подтверждаю информацию. Там повсюду следы раскопок. Слежу за передачей данных. Сигнал идет из сектора, в котором боевики организовали лагерь. Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 sized Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О других группах есть какие-нибудь вести? Нет. Скорее всего, глушат радиопередачи на время операции. О, славное местечко. Похоже, инженеры давно выставили местных жителей в Зашей. Как думаешь, кто-то из местных знал о пункте ноль? В Гуаме я фарси не слышал. Инженеры не знают границ. Здесь мог быть кто угодно. Сэм, там всего несколько бойцов. Похоже, остальные на оборонительной позиции. Они что-то охраняют. Значит, я уже близко. Продолжение следует... 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 Я сейчас точно над этим узлом связи. Чарли, передача продолжается? Все так же. Какой-то сумасшедший алгоритм шифровки. Мне нужно минут пять-десять, чтобы понять, что они передают. Все. Мы не можем больше ждать. Брикс, поднимай вертушку. Залетаю. Еще пару минут. Здесь, похоже, была бойня. Видимо, дрон. Удар был нанесен, правда, уже давно. Сейчас я все проверю. Что ты видишь? Место для пыток. Здесь казнили солдата. Мигель Гарсия, крыло 36. Он из Лос-Анджелеса. Двадцать три года. Пропал после Гуама. За что его? На камеру. Боже, так вот что они пересылали. Я вырубаю. Запись еще идет. Отследите. Есть. Они забыли планшет. Не бойся. Я знаю, зачем ты здесь. Веришь или нет. Я был в твоей шкуре до битвы за мир. Я сражался за страну. Не надо. Прошу. Я просто хочу домой. И я этого хочу. Чтобы вы все вернулись домой. Но ваша... Страна... Они не хотят слушать. У меня сын... Ему два года. Нет. Я верю, что... Один человек... Может изменить будущее. А ты веришь? Я да. И я думаю... Это мог бы быть... Ты. Ты можешь изменить мир. Ставь ему примером. Нет. Я говорил не с ним, друг мой. Я говорил с тобой. Это что, угроза? Это не угроза, а послание. Инженеры кого-то ждали. Чарли, ты засек сигнал? Пока еще нет. Сэм, это ты включил дрон? Нет. Его кто-то взламывает. Вот зачем Джоди тянул. Это ловушка. Уходи, живо. Я цел. Приехать вертолет сюда. Живо! Там слишком жарко. Я там не сяду. Сэм, они стреляют. Сэм, они стреляют. Использую крюк. Пять секунд быстрее, Сэм. Три, два, один. Давай! Мы стали богаче. Извлеки из него все, что сможешь. Не вопрос. Готовь вертушку. Починим на ходу, чтобы было быстрее. Сэм. Инженеры всегда были впереди. Единственная зацепка, а в результате лишь угроза. Брикс уже как следует допросил Кобина. Кобин слишком глуп для такой ловушки. Но слишком умен, чтобы подставлять нас так. Согласна. И его данные подтверждались другими. Инженеры ловко отправили нас по ложному пути. И мы вышли прямо на минное поле. Надеюсь, да в гру нашли хоть что-то. Им давно пора вернуться. Чарли следит за ними. Чарли? Чарли? Остальные. В тех лагерях все погибли. Выжил только ты. Инженеры знали, что власти снимут с себя ответственность. Для того и сделали запись. А потом пустили в прямой эфир. Сэм, мы извлекли из планшета кое-чьи данные. Мы знаем главу террористов. Быстро вы. Это было просто. Даже слишком. Как будто он хотел, чтобы его нашли. Думаю, так и есть. Он издевается. Зато мы знаем, кто он. Маджит Садик. Бывший агент Ми-6. Вот как он узнал, что все будут искать. И как это ускорить. Госпожа президент. Рада вас видеть, мистер Фишер. Мои соболезнования. Мы знаем, кто нам нужен. Маджит Садик. За инженерами стоит он. Мы направим вам все отчеты. Спасибо. Но поможет ли нам это остановить угрозу? Нет, только косвенно. Вот новые данные из вашего офиса. Ваши люди подозревают, что Даллас следующая цель? Да. А наши силы и так рассредоточены по пяти другим городам. Лучший способ защитить Даллас – поручить четвертому эшелону предотвратить атаку. Успеете это сделать? Считайте, сделали. Сделаем. Сделаем. Продолжение следует... Продолжение следует...